Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, жители и гости республики. На канале Россия, утро, Карачаева, Черкесии. Совсем скоро в нашей стране мы будем отмечать замечательный праздник, День Матери. И этой теме мы посвящаем нашу программу. Совсем скоро в студии появятся удивительные гости, с которыми я вас спешу познакомить. Ну а пока давайте узнаем, какой будет погода сегодня, в последнюю пятницу уходящей осени. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, в горах местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,5. Днем плюс 11, плюс 16, в горах местами до плюс 10. В Черкесии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5. Днем 12-14 градусов тепла. Спешите только до 27 ноября в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем телевизионное утро пятницы. И надо напомнить, что к своему завершению подходит год. Год, который в России был объявлен годом культурного наследия народов Российской Федерации. Но в Карачаево-Черкесии в год 2022 главой нашего региона был объявлен годом людей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особенностями. Вот сегодня я с большим удовольствием предлагаю вам познакомиться с очаровательной мамой, многодетной мамой, которая воспитывает вот такую замечательную девочку по имени Алана. С ней, я надеюсь, мы еще раз встретимся в нашем сюжете. А сейчас я говорю доброе утро, Марина. Доброе утро. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли к нам в студию и готовы сегодня поговорить на тему, которая, наверное, будет интересна всем мамочкам, особенно тем, в чьих семьях подрастают такие вот ребятишки. Скажите, пожалуйста, насколько уходящий год, раз уж он был объявлен вот таким вот особенным годом, отразился на вашей семье, получили ли вы реальную государственную поддержку, что было вообще интересного за этот год, ну, в плане показания помощи вам? В этом году было очень приятно, что на нас обратили внимание, и мы можем, нас позвали для, вот самое важное, что произошло, нас позвали для диалога. Нас слушают, нас слышат, и это очень важно, вот, что такое вот для нас это было очень глобально, даже дороже каких-то подарков, что нас слышат. Ну, мне вот сейчас, я думаю, будет подходящий момент показать фрагментик того сюжета, который мы снимали еще весной уходящего года, где я тоже познакомилась с Аланой, прелестная совершенно девочка. Давайте посмотрим фрагмент сюжета. Ученица четвертого класса Алана Иркенова – особенный ребенок. И главный человек в ее жизни, мама Марина, приняла правильное решение – не замыкаться, не прятаться и не бояться, а дать возможность своей девочке жить полной жизнью, жить в обществе, расти и развиваться. Пожалуй, первым серьезным испытанием стала школа, куда Алана пришла 4 года назад в первый класс к своей первой учительнице. Первое время было нелегко, даже страшно. Нет рядом мамы, новые лица, учитель, все новое и доселе неведомое. Адаптация проходила немного сложнее, чем ожидала. Но… Но в школе ей нравится, ей нравится класс, ей нравится общаться, она очень любознательная, очень любопытная, она очень много задает вопросов, она любит учиться, и ей нравится вот это, испытывать вот этот момент, когда что-то у нас получилось. О профессии тьютера в России впервые заговорили более 20 лет назад. Но интерес со стороны родительского сообщества появился совсем недавно. И хотя многие до сих пор не подозревают об огромной роли тьютера в образовательном процессе, уже сейчас понятно, что школа будущего вряд ли сможет обойтись без этой позиции. Тьютером в педагогическом сообществе называют человека, который сопровождает ребенка в учебном процессе, помогает ему решать многие образовательные и организационные вопросы. И это далеко не все. Для Аланы таким наставником стала Рызиат Казакова, потомственный педагог с большим учительским стажем. Рызиат Рубеевна, почему вы решили стать тьютером для Аланы? Что вами двигало, какие чувства? Прежде всего, чувство любви ко всем детям мира. И когда я впервые увидела Алану, я ее так сразу полюбила. Она такая улыбчивая, она такая солнечная, она такая милая, нежная. И она так ласково посмотрела в мои глаза. И я прямо хотела бы сердце свое отдать, была готова. Эта девочка такая тихая, но она такая чуткая. Она такая вежливая, нежная и очень чувствительная. Дети с ограниченными возможностями здоровья – наши дети. Это часть всего земного человеческого потенциала. Люди с ограниченными возможностями могут все или почти все. Им просто нужно помочь. Главное – не опоздать. Наш менталитет, он заставляет что-то скрывать, прятать. Но не принято у нас говорить, выносить на обсуждение свою боль, свои проблемы. Как вам кажется, за это вот время общество поменялось внутри? Поменялось ли отношение к таким семьям, к таким детям? Общество, оно меняется не сильно координарно. Но все равно есть, как бы так объяснить, что уже люди перестают пугаться. Даже, сказала бы, раньше как-то стеснялись нас. Кто-то боялся обидеть взглядом неправильным. Кто-то, наоборот, их просто, извините за такое грубое слово, шарахался. Ну вот по-всякому было. Но сейчас даже вот Аланка ходит в пятый класс, и уже даже в школе все меняется потихоньку. Сначала у всех был шок. Как? Неходячий ребенок пришел в школу. Хочет учиться наравне со всеми. Очень, ну как бы сказать, тот же, чтобы был тьютер у ребенка добиваться. У нас самая огромная проблема даже не добиться самого тьютера. Найти специалиста тьютера, чтобы вот был подготовленный. У нас вот этого очень нету и не хватает. Нужна школа тьютеров. Я думаю, как бы люди найдутся, пойдут работать. Но пока всех пугает, что мне делать. Мне хотелось бы сказать, если кто-то слышит, наши дети не хрупкие, это не стекло. Ох, еще какие не хрупкие. Они закаленные настолько, что их жизнь практически протекает. Постоянно занятия. Постоянно занятия. И они все время... Трудятся. Трудятся, они трудяги. Мамы их не трудяги, потому что это тоже их нелегко водить на занятия. И они не хрупкие. У всех ощущение, что вот он... Ой, ему надо вот... Нет. Доброе слово, да. Они как никто... Мы все любим доброе слово. Наши дети, как никто другой, любят доброе слово. И для них оно такой стимул. Просто чья-то улыбка. Чей-то ласковый взгляд. Вот у нас девочка ходит самостоятельно в школу. И мы утром, когда встречаемся, просто вот скажешь ей, какая ты умничка там. Вот она правда спасибо и счастливо идет дальше, еще с большей гордостью. Им это нужно. Поддержка, что они делают правильно. Так как детки, когда идут в школу, они уже сами себя оценивают со сверстниками. Как они отличаются. Все это важно. Но вот сейчас все легче и легче. Люди чаще стали улыбаться. А вот еще года 4-5 лет назад старались отвернуться. Все равно общество поворачивается, потому что сейчас родители начинают переставать стесняться своих детей. Раньше у нас стеснялись. И это ни для кого не секрет. Пытались прятать. И не потому, что они стеснялись. Они пытались таким образом защитить своих детей от косых взглядов. Вот. Сначала вот я тоже думала, как можно стесняться. Они не стеснялись. Они просто чем старше, чем... Ну пока маленький, да. Но когда он становится старше, когда люди просто идут косяться. Я тоже как бы был момент, когда думала, ну почему? А сейчас я понимаю, это просто от незнания. И если мы будем их прятать дома, так и будет. И вот с каждым годом все равно все лучше и лучше люди относятся к нашим деткам. Слушай, у вас поражаюсь вашей мудрости. Она, наверное, тоже с годами пришла. И понимание всего этого, такое объективное понимание. Не в масштабах вашей маленькой семьи. Да нет, уж не маленькой. Скорее наоборот. Большой вашей семьи. А вот в масштабах всего общества. Всего российского общества, которое, слава богу, пускай пройдя какие-то препоны и понимания, и непонимания, вот сегодня мы приходим к таким выводам. Это здорово. Но вы знаете, многодетная семья – это всегда особая категория семей. И сейчас демографическая ситуация в России оставляет желать лучшего. Не так много мы сегодня рожаем детей. Не так часто люди идут на то, чтобы создавать многодетные семьи. Мне кажется, что на Кавказ делается какая-то особая ставка. Потому что многодетная семья на Кавказе – это традиционно. Но вот совсем недавно моя коллега Мадин Лайпанова побывала в гостях в одной такой семье в городе Черкесске. И сейчас мне хочется предоставить ей слово. Давайте посмотрим сюжет. Для того, чтобы рассказать маме и папе о своей любви, конечно, не нужен отдельный день. Так считают дети Людмилы и Василия Рыбалкиных. Вот уже больше 20 лет они рука об руку идут по этой жизни вместе, поддерживая и помогая друг другу. За прошедшие годы они переживали и взлеты, и падения. Но главной надеждой и самой большой радостью для них всегда были и остаются их пятеро чудесных детей. А именно четыре лапочки дочки и один чудесный сыночек. Несмотря на то, что Людмила никогда не думала, что станет многодетной мамой, она безмерно рада и счастлива проживать каждый день в этом почетном звании. У меня всегда был хороший пример. У моей тети было пятеро детей, и у них была очень веселая семья. Я постоянно детство проводила у них. Это были чаепития, эти были застолья. Мы что-то там лепили, пекли, жарили. Приходили потом старшие, весело рассказывали истории с детства. А в семье у нас получилось так, что, знаете, мы на первое место поставили Бога, а Ему виднее, как должно было у нас все сложиться. Поэтому ни о чем не загадывали, ничего не думали. Просто вот по Божьей милости вот так произошло. Как признается Людмила, воспитывать пятерых детей для нее совсем не сложно, ведь у нее есть крепкая опора в лице мужа Василия, который во всем ей помогает. Да и старшие дети уже в том возрасте, когда могут иногда приглядывать за младшими. При этом сам супруг Людмилы уверен, что она лучшая мама на свете, чья любовь к детям не знает границ. Она как-то рассудительная, она всегда как бы найдет к детям какой-то свой подход, всегда что-то как бы подсказывает им, как им дальше жить. Там какие-то ситуации, когда сложные, слаживаются. Ну, как-то достаточно быстро все решается. Ну, я скажу, и справедливая, и добрая, как бы отзывчивая. Поэтому одним словом мама, с большой буквы мама. Самой старшей дочери Людмилы и Василия 19 лет. Девушка учится в институте в Ростове-на-Дону, а вот самому младшему сыну всего 4 годика. При этом он уже вовсю ведет светские беседы, знает марки автомобилей и читает стихи на традиционном воскресном чаепитии. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И лобинка, и лесок с полей, каждый голосок, речка, небо голубое. Это все мое лобное, это родина моя. Всех люблю на свете я. Что касается свободного времени, его семья Рыбалкиных тоже в основном проводит вместе. Либо на прогулках, либо в путешествиях, а иногда просто устраивают семейный чемпионат по шахматам и шашкам. 15-летняя Кристина и 12-летняя Татьяна когда-то не испытывали особого энтузиазма по поводу семейных посиделок. Но прошло время, и сейчас они обе уверены, что их семья – главная опора в жизни, и нет ничего дороже времени, проведенного в кругу родных и близких. Раньше мы, вот у меня есть старшая сестра Ангелина, мы с ней вообще не общались. И в какой-то момент на карантине мы очень хорошо начали общаться, прям очень хорошо. И сейчас она мне рассказывает абсолютно все, что с ней происходит. Я так же делаю, как бы, как я считаю, самый дорогой человек, что у меня есть – это моя сестра. И так же вот с Таней мы тоже очень плохо общались в какой-то момент. А сейчас уже, ну, прям отлично общаемся, да. Очень часто покрываем всех, типа, мы втроем, как бы, мы вместе – мы сила. Сейчас еще Василиса подрастет, и нас уже будет четверо. А сейчас пока она маленькая, ну, так иногда мы можем там посидеть, поболтать с ней. Она уже тоже довольно умная, несмотря на ее возраст. У нас очень хорошие отношения со всеми, типа, с ней, с мамой, со всеми сестрами. Они насчет того, что мы покрываем друг друга, ничего не знают. Ничего мама не знает. Своим детям Людмила и Василий стремятся дать все, что необходимо, при этом не забывая о духовном воспитании. Именно поэтому каждое воскресенье они всей семьей ходят в храм. Но самое главное – они безгранично любят своих детей, в чем и заключается главный секрет семейного счастья Рыбалкиных. Водила Лайпанова, Расул Бердиев. Специально для Доброго утра. Продолжаем нашу программу. И мне хочется вас спросить, как женщину, как маму, у которой есть уже большой опыт и в воспитании детей, и в воспитании особого ребенка, особенного ребенка. Что бы вы хотели еще поменять на государственном уровне, чтобы еще больше почувствовать поддержку общества, государства? Я не знаю, какого плана, финансового плана, может быть, социального плана, может быть, еще что-то. Чего бы вы вот в первую очередь, расставляя приоритеты, хотели бы еще в качестве помощи? Самое главное – это уже как бы моего ребенка слабо коснется, но очень хочется именно в плане начиналось, чтобы с роддома все. Это очень важно. Уже в роддоме знают, какие будут проблемы. Нам очень не хватает специалистов, которые именно узко специализированы для таких особых деток, которые вот именно с роддома, начиная, чтобы были хорошие колоссальные результаты у деток и по максимуму уйти в лучшую сторону. Кто-то тяжелее, кто-то легче. Чем легче ребенок, тем легче его восстанавливать. Вот самый важный год у наших деток – это первый год жизни. Но вот, к сожалению, у нас в стране не везде уже где-то родители добиваются, чтобы до года ставилась инвалидность. У нас лечить начинают после года. До года, говорят, дорастет, а после года – а что ты хотела? Вот это обидно. И очень важно, чтобы был узкий невролог. Вот прям отделение для таких деток было, прям вот именно для них. Неврологическое отделение, чтобы там вот ребенок родился, они его передавали из патологии, из реанимации в патологию. Из патологии он становился на учет в это отделение и его ввели. У нас вот заложено, мы во столько-то поползли, во столько-то сели, во столько-то пошли. Это нам природой дано, а им надо помочь. У них эти рефлексы погашены, но в это время они самые такие, как пластилин, их можно лепить. Информацию они лучше воспринимают. Результаты даются намного быстрее. А у нас этого нет. Этого нет нигде в России. Этого в принципе нигде нет. А это очень важно. Наши врачи грамотные. У нас лучшие детские хирурги. Таких детских хирургов нигде нет. Даже вот куда-куда-то уезжаешь, все говорят, лучшие. Очень надеюсь, что вас услышат. Услышат те, кто должен это слышать, кто должен принимать какие-то решения и менять ситуацию. В принципе, и это возможно. Это возможно. И тем более, наверное же, есть, ну, не знаю, какое-то общество таких мам, у которых детки с особенностями. Общество у нас не одно. У нас есть их несколько. У нас есть центр «Наш добро детям». Есть центр «Счастливое детство». Есть центр, я, к сожалению, не знаю, где вот детки с синдромом Дауна. У них свое сообщество. Есть детки, где вот с аутизмом, с задержкой психоречивого развития тоже. У нас их много. Мы пытаемся вот как можем. Еще есть центр «Мой ангел», забыла, Светы Байрамуковой. Ну, пока вот только-только все начинается. Начинают слышать. Да, я думаю, когда, ну, конечно, должен быть индивидуальный подход в каждом случае. Но когда есть общее мнение матерей, оно не должно быть неуслышанным, незамеченным и непринятым ко вниманию. Это будет хорошо и правильно. Очень надеемся на это, что нас... Ну, вот я же говорю, вот вроде начинают нас слышать. Уже как бы вот понимают, что нам надо. Я как бы много что понимаю, что тоже они не всесильны. Есть у всех ограничения. Ситуация сейчас в стране тяжелая. И все понимаем, но надеемся все-таки, что лед тронулся. Знаете, хочется верить, что, да, вот завершится год, на протяжении которого уделялось, наверное, чуть больше внимания со всех сторон. Но хочется, чтобы на этом не закончилось внимание. Да, чтобы не закончился 22-й год, и все, и все сразу оборвется и прекратится. Нет, чтобы, наоборот, и наше общество, и наши медицины, и наше здравоохранение еще больше, больше, больше внимания уделяло, помогало. И чтобы такие дети легко адаптировались и в обществе, и в школу ходили, и в детский сад ходили. И чтобы мы все повернулись лицом и к проблемам, ну и к тому, что дети-то они есть дети. Да, они дети. Они дети. Марин, спасибо вам огромное. Я очень рада, что вы сегодня были у нас в гостях. Я очень рада, что вы и проблемы такие подняли. Надеюсь, нас услышат сегодня с вами. И мне еще раз хочется поздравить вас с наступающим праздником. В вашем лице поздравить всех мам Карачаева-Черкесии, особенно вот таких, как вы, которые занимаются. Взаимно тоже. Будьте здоровы обязательно, чтобы вам хватило сил, терпения, здоровья. Чтобы вам любви хватило на всех-всех. И на детей, и на семью, и на мужей. Которые рядом с вами. И мне очень хочется надеяться, что все, о чем мы сегодня с вами говорили, обязательно. Хочется, чтобы побыстрее, но все обязательно будет. Я тоже хочу поздравить всех мам, и особенных деток в первую очередь, и всех мам, бабушек, которые... Я хочу, чтобы у вас исполнялись ваши мечты. Вот каждая мама хочет для своего ребенка чего-то особенного. Чтобы все их мечты исполнялись, чтобы дети их радовали. В общем, всего самого хорошего. И самое главное – здоровья. Здоровья. И давайте будем терпимее друг к другу. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, напомню, сегодня в нашей утренней программе была Марина Иркенова. Многодетная мамочка, которая воспитывает замечательную дочечку Алану. Девочку с особенностями. Ну, в завершении мне хочется еще раз поздравить всех с наступающим праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, мира, благополучия в каждом доме, в каждой семье. До свидания. До новых встреч. Спасибо.